Всем привет! С вами Киевское море. У нас есть опыт в намотке шнура на катушке, скажем так, шнуров разного диаметра. Мы хотели показать, как мы это делаем, поделиться с вами опытом, скажем так, представить вам наши способы. Плюс маленький лайфхак для тех людей, которые увлекаются, увлечены рыбалкой. Мы покажем, как, скажем так, дешево и сердито перематывать шнур с катушки. Если вы купили катушку, скажем так, если вы купили катушку нормального бренда, там, Shimano, Daiwa, скажем, более-менее людскую катушку, у нее, как правило, в комплекте идет одна шпуля. И это, скажем, создает некий дискомфорт в наматывании шнура, бэкинга, перематывания. То есть мы это покажем, как это, скажем так, просто сделать так, что у вас все будет отлично. В принципе, тут сложного ничего нету. Надо купить самую дешевую катушку, какую можно купить. И, как правило, у дешевых катушек, в которых нет мгновенного стопора, там, с байтранером, ну, желательно, чтобы она была фидерная, большая. Как правило, большие катушки такие, они комплектуются второй шпулей. Вот такого комплекта вам хватит, скажем так, на всю жизнь. Плюс вы будете помогать там своим друзьям, рыболовам, то есть кто обратится к вам, все будут знать, что вы можете сделать очень красиво и комфортно. Уложить шнур, бэкинг, все намотать. Мы сейчас покажем, как мы это делаем. Берем комель спиннинга, ставим катушку, то есть очень просто все делается. Сразу наматываем шнур, бэкинг уложим сверху. Берем шнур, шнур можно, опять же, кто-то смачивает, кто-то не смачивает, как показывает практика, ну, смачивание это все, ну, лишняя трата времени. На рыбалке все смочится, все уложится. Лучше, чем на рыбалке, не уложится нигде и никогда, и никто не уложит лучше шнур на катушку, чем рыбалка. Можно кидать в ведро, там, другу, жене отдавать на ручку, там, и просто наматывать шнур. То есть берем кончик шнура, продеваем через первое кольцо. Берем, я вообще делаю так, прям беру, делаю петельку, и на клипсу, надеваю на клипсу шнур, чтобы даже не приматывать его к, скажем так, к шпуле, к катушке, просто надеваю на клипсу. Зажимаю, шнур настолько тонет, что вообще не видно, и просто наматываю на катушку, начинаю наматывать шнур. То есть это достаточно просто, то есть просто вот через клипсу, там, как угодно, прикрепили шнур к катушке и наматываете до конца. Сейчас, я думаю, этот момент ускорится. Так, вот мы намотали шнур на катушке. В принципе, тут уже видно, что идет обратный конус такой маленький, но надо все-таки до конца это сделать. Так, берем шнур, вот кончик шнура намотали, то есть тут явно мало шнура намотано, и надо сделать бэкинг. Количество шнура должно быть, вот здесь две ступеньки, грубо говоря, вот первая, нижняя, верхняя. Вот по нижний край, по первую ступеньку, скажем так, не по вторую, а по первую, шнур должен быть намотан до нее, ни выше, ни ниже. Здесь вот есть сейчас буквально там 2 миллиметра вертикального, скажем, вертикальной части шпули. Вот надо, чтобы поднять, скажем, шнура стало больше на катушке, для того, чтобы стало больше, под низ надо подмотать леску. Сейчас мы связываем между собой леску, то, что называется бэкингом, и наматываем до конца, то есть смотрим, какой уровень, скажем, намотки будет. Обычно, как бы, я сильно не заморачиваюсь, скажем так, сматываю очень просто. Навстречу друг к другу, вот шнур и леска. Берем, это очень просто. Берется вот леска и шнур навстречу друг к другу. Вот прям так. Зажимаем, делаем обычную петельку, если так, камера, и внутри само себя леска, сама себя, скажем так, обычная петля, которая зажимает сама себя и шнур, и вот происходит вот такое. То есть мы делаем узелочек вместе, чтобы проходил шнур и леска внутри. Переворачиваем, так же самое делаем здесь. То есть делаем узелок, леска и шнур, обвиваем, там, три, четыре, ну, шнур лучше раз пять, например, продеть в петлю и затянуть. И потом, когда мы затягиваем, получается, один узел к другому двигается навстречу. То есть просто маленький узелочек, получается, ничего не торчит в сторону. Теперь обрезаем шнур и леску обрезаем. По поводу лески, какую использовать. То есть стараться надо брать леску как можно тоньше. То есть для того, чтобы, во-первых, узелочек был меньше, во-вторых, когда толстая леска, если будет у вас толстый бэкинг, скажем так, и тонкая леска, то шнур уложится, скажем, неравномерно, будет такими буграми. А так, если тонкую леску использовать, то будет все четко, как бы ровненько, все правильно будет. Отдаем леску нашему помощнику и просто мотаем, скажем, наш бэкинг, наматываем на катушку. Мы намотали леску сверху нашего шнура и у нас вот получилась, скажем, вот такая конструкция. То есть сейчас сверху леска, снизу у нас шнур. Вот то, что мы говорили. То есть тут есть, скажем так, две ступенечки, ступеньки у катушки, у шпули. Вот первая ступенька, вторая. Вот надо под нижний край первой ступеньки намотать. То есть если бы мы сейчас намотали еще больше лески, уже было бы не сильно хорошо, скажем так, петли могут слетать, то есть там дальность вылета будет тоже там непонятно шоу. То есть правильно, скажем так, по науке вот до вот этого края. Сейчас правильно укладка. Здесь, в принципе, если сейчас посмотреть угол наклона, то есть здесь такой маленький, скажем так, конус есть, обратный конус. В принципе, для дайва это нормально, как бы это нормальная укладка. Здесь я считаю, что не надо ни подкладывать, ни убирать, ни добавлять шайбочки. То есть как есть, так и оставлять. То есть если бы здесь было мало, а здесь, например, сильно много, то надо было ее поднимать. Если бы, наоборот, здесь было мало, тут много, то ее надо было опускать вниз, то есть убирать шайбочку. А так здесь ничего делать не надо Все четко с упаковки Можно наматывать шнур и рыбачить Сейчас мы снимаем катушку Ставим дешевую катушку В которой Самый главный критерий Это две шпули Чтобы они даже пластиковые были, железные Без разницы Главное, чтобы она была глубокая Фидерная, карповая, большая катушка Чтобы быстрее это все происходило Она вспомогательная катушка Она нам нужна Только для того, чтобы достать Снизу шнур Так, берем леску Продеваем через Первое колено Комель Так удобнее через комель Через спину Первое колено Пристегнули Наматываем Беттинг и леску наматываем на нашу катушку Мы смотали с катушки Смотали весь шнур вместе с леской Теперь Что нам надо Откручиваем шпулю Ставим ее вторую шпулю Прикручиваем Можно даже пластиковую Берем теперь Опять продеваем Сквозь первое Кольцо Опять же можно Под клипсу Здесь ничего приматывать не надо Здесь Ничего не будет держаться Просто натяжку пальцами Сделали И перематываете Перематываете Шнур вместе с бекингом Пробовали разные способы Ну вот С скажем Дешевой катушкой Чтобы у катушки было две шпули Это скажем Проще всего И быстрее всего То есть Наматываем шнур Потом наматываем леску На катушку Потом сматываем На одну катушку На вот Скажем Дешевую И перегоняем Это с одной шпули На другую И потом у нас Получится Сейчас вы увидите Конец лески Скажем Конец бекинга Сверху Будет этой дешевой катушки И потом мы просто Перематываем На нашу катушку Которую мы будем рыбачить И вуаля У нас все получится Ну смотрите Сейчас это все Произойдет На ваших глазах Все Мы получается Перемотали Сначала мы намотали Сюда шнур Сверху леску Затем мы Отсюда Смотали На одну шпулю Шнур с леской И потом Отсюда Перемотали На дополнительную Скажем так Шпулю И получился У нас Мы достали Нижний Скажем так Кончик Лески достали Скажем С нашей всей катушкой То есть мы перевернули Полностью шнур Теперь что нам сделать Только эту Край лески Примотать К нашей Катушке Когда мы сейчас будем Скажем Все это наматывать Снизу будет леска Сверху будет Наш шнур Который мы будем рыбачить У нас будет Правильная укладка Правильная намотка То есть мы все уже Сделаем правильно Благодаря всего лишь Одной катушке С двумя шпулями Самой дешевой катушке То есть там Не принципиально Сейчас мы это все сделаем Сейчас мы снимаем Эту катушку Кстати да Я бывает так часто делаю Конечно может так не сильно Можно делать Послабляя фрикцион Идет постоянно нагрузка Катушку эту не жалко Это мы покупаем Катушку специально Для намотки То есть я ее Скажем так Убиваю Мне не жалко То есть послабляя фрикцион Чтобы не через пальцы И постоянно идет натяжка То есть я сейчас Просто отдаю катушку Когда я буду сейчас наматывать У меня все время будет идти Нагрузка Скажем так Равномерная нагрузка Это будет еще лучше Чем через пальцы Кто-то скажет Что так делать нельзя Так делать нельзя Усложняется задача Давай попросим может Чтобы там 5-10 минут Я же не знаю кто там Давай паузу начнем Может кто-то не нас знает Я попросил к вам 5 минут Вот у нас есть бэкинг наш И вот есть катушка То есть мы берем Два раза вокруг шпули И потом просто затягиваем Обычным узелком Какой Скажем так Знаем каким пользуемся в рыбалке Узел Узелок Не принципиальный Главное два раза Вокруг шпули Можно приготовить Можно в принципе приготовить Сразу петлю Любую Есть Рыбаки умеют Петли делать Можно петлю Сделать Потом эту петлю Вдвое Вот так свернуть Вдвое То есть вот узелочек Получается конструкция Вдва свернули Раз И вот эти два раза Одеть на шпулю Это будет наверное Проще всего И потянуть Получается Когда два раза Оно так Схватится Скажем так К шпуле И вот наша леска Уже Когда мы сейчас Закроем дужку Она уже Скажем Никуда не будет Прокручиваться То есть будет намертво Привязана К самой шпуле Узелок маленький Комфортный То есть оно никогда Не прокрутится Потом у вас Ни шнур Ни бэкинг Ни леска То есть все будет Держаться намертво К шпуле Обычно я это делаю Через Фрикцион Другой дешевый Катюшка Можно поджать Чуть-чуть Чтоб Была Большая натяжка Все И вот Идет натяжечка Оно плавно Все Это лучше Чем через пальцы Держать Здесь будет Равномерная укладка Все У нас Снизу Получилась леска Сверху Получился шнур До первого До первой Ступенечки По нашему мнению Скажем так Это Очень эффективный Интересный способ Намотки Шнура Но самое интересное Главный результат Катушку нам Эту дополнительную Вообще не жалко Это не ловить на нее А сугубо Для перемотки Намотки И перемотки Шнуров С катушек Когда у нас нету Второй запасной шпули Это как бы Определенная сложность Чтобы не перематывать руками Или еще чем-то Какими-то дрелями На шпульки На пустые катушки Из-под шнуров Из-под лески А так Вы катушкой Перегнали Скажем так Три раза Вам перемотать надо Но зато Вы сделали все Четко И все правильно Сделали И у вас будет Хорошая укладка Хорошая намотка То есть через Потом Поставляете фрикцион Открываете Ну какая же При условии Что вы этой катушкой Ловить не будете Это сугубо Для намотки шнура В принципе Тут как бы Сложного ничего нету Купили один раз И пользуйтесь Ну Кому как нравится Так В принципе Это хотели вам показать Если какие-то будут Вопросы у вас К нам Задавайте В комментариях Всегда рады Всегда рады вам Мы отвечаем всегда Всем отвечаем Ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал Следите за нами Скоро Открытие Нового Рыболовного сезона С лодки Так что Все До встречи